А в это время, значит, спускают бочки с маслом. Сверху-то... Давай, поджигай. Оказывается, есть бочки с маслом. Зачем вы шрапнель бросали? Непонятно. С отработкой, наверно. Масло-то дорогое. Они же там сообщили, что 100 бочек с маслом надо поднять. В прошлой серии. То есть, у них там запас-то нормальный. Мое почтение, да. Ну, короче, великаны разбегаются. Мамонт перешел на голуб. Одна бочка застряла. Самое главное, что когда все это упало и полыхнуло, как раз в ключевой момент отрывания дверей от стены при помощи буксировки Мамонтом... Это... О, как! Рванет! Все горит. Бой в дыму. Все в Крыму. Ничего не видно. Или наоборот. Ну, вот люди падают сгоревшие. А великаны, которые стояли там же при вратах, они такие... Что это было? Не берет их огонь. Все. А как так у вас получается? Загадка. Кстати, если у вас так прекрасно все устроено, ну, вот так примерно раз в 15 минут по бочке роняйте. И можно, в общем-то, и не воевать. Туда никто не подойдет. Полыхает. Люди очень не любят, когда полыхает. И тут вот осталось непонятным, почему у них нет этого зеленого огня. Ну, потому что это секретик. Ну, все-таки там он должен быть. Я считаю, что должен быть. Это секретик. Это секретик, который никому никогда... Супервойная тайна, лично Таргарянов, которые вообще никого не подпускали близко. Сейчас ты всем раздашь, а потом у них эти-то козлы в Черном замке, в Воровском, немедленно начнут секретами вразнос торговать и всем расскажут формулу. Ну, им не надо формулу. Им просто бочку привезти. И бочкой будут торговать. Десяток горшков. Тут бы горшок сгодился, в общем-то. Что, кстати, странно. Бочка-то не обязательно. Горшок-то тоже отлично срабатывает. Кстати, да. Ну, и, в общем, одна бочка застрюет. Тут ее давай спихивать копьем, протыкая бочковину. Вы бочку-то видели когда-нибудь? Попробуйте ее проткнуть. Она ж не полиэтиленовая. Дырка, блин. Режь веревки. Главное, нахера он ее отпихал-то? Я вообще не понимаю. Там же нужно было эту палку под бочку подпихивать и делать вот так. Я вам страшное скажу. В общем-то, их не надо скатывать боком, чтобы она на боку. Ее скатывать можно и прямо. Там скат. Намашь его салом. Все бочки со свистом уйдут. Сами будут улетать. Сам держись. Главное. Короче, бочка сжахнула. Проткнутая бочка сжахнула на рампе. Вой крики. Держи. Режь веревку. Висят эти мегастрелки. Один полетел вниз. Веревки вниз. Ему там... Куда, куда? Стой, стой, стой. Куда, Петрович? Да. Я вообще не понимаю. А зачем им рампа-то обязательно нужна для бочки? Не знаю. Она так не падает. Так красиво. Иначе не застрянет. Рампа нужна, чтобы в ней застряла бочка. Взорвалась. И всех это... Тао.